Пусть радость Господа будет сегодня вашим подкреплением. Пусть радость Господа будет вашей силою. Давайте сегодня немножко поразмышляем над Словом Божиим, над этими словами, которые записаны в Слове Божьем. И перед началом давайте мы откроем книгу Неемия, 8 главу, и мы будем читать с 8 стиха. Потом мы перейдем к Новому Завету, откроем Луки, 15 главу, и там продолжим наше рассуждение. Итак, Неемия, 8 глава. Перед нами такая сцена. Хочу немножко пояснить о времени, о котором мы будем говорить. Все мы знаем, что народ Божий, народ Израиль, получил великое поручение от Бога, так же, как и мы. Они должны были быть отделены от этого мира. Через них имя Господа Бога должно было прославляться в этом мире. Было сказано, что Бог коснется этого народа сверхъестественным путем, и они будут освящены и отделены от всех народов для служения Господу Богу. Но мы все видим, что израильский народ, они приняли это поручение слишком легкомысленно. Они стали интересоваться другими вещами в их обществе. Они начали иметь другие цели. Они начали искать богатство в других местах. Они начали относиться очень беспечно к своему призванию. Поклоняться только Господу и служить только Ему. И постепенно они полностью вошли в традиции и идолпоклонство окружающего их общества. Но мы все знаем, что пришло время, и Бог допустил нации Вавилон взять народ израильский в плен на 70 лет. Можем ли мы представить 70 лет сожалений? Понимая, что мы должны были быть народом, который должен был быть царственным священством. Народ, который должен был показать язычникам и всем народам, что только один есть живой Бог. Только один живой Бог. И мы не смогли исполнить этого поручения. Теперь мы в плену у врага. Но потом, после 70 лет плена, резко восстал царь, который написал новый закон. Который говорил, что тот, кто хочет возвращаться назад в Иерусалим, может идти для того, чтобы восстановить этот город и его стены. И псалмопевец в 125-м псалме пишет, «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне». В это было очень тяжело поверить. Хочу сказать, дорогие братья и сестры, мы также делаем ошибки в нашей жизни. Мы также когда-то отклоняемся от нашего призвания, но милость и любовь Божия, она будет всегда брать нас и приводить обратно в то место, где мы должны быть. И то, что когда-то однажды дьявол украл в твоей жизни, Господь может возвратить обратно в твою жизнь. И вот они встали и отправились домой. Где-то около 50 тысяч человек отправились назад. И вот именно здесь мы подходим к 8 главе Неемии. Возвратившись назад, они увидели это место. Оно было полностью разрушено. Храм, он был полностью сокрушен. Общество, находившееся там, было в большой бедности. Там был ужасный беспорядок. Но они начали собираться вместе. Они стали понемножку строить и восстанавливать стены. Но также, что очень важно они делали, они собирались вместе для чтения и размышления над Словом Божьим. Знаете, они очень давно потеряли это общение со Словом Божьим. Они давно потеряли это общение, живое общение. И вот впервые они опять начали размышлять и читать Слово Божие, которое написано, открывалось для них. И вот мы читаем Неемия, 8 глава, с 8 стиха. «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Вот теперь здесь появились духовные лидеры, которые были в контакте с Богом, которым Бог открывал Слово Божие, и которые могли правильно разъяснить народу. Они читали им из Слова Божьего ежедневно, и люди понимали прочитанное. Они начинают понимать, насколько низко и далеко они отпали от своего призвания. Они начинают понимать, почему они были взяты в плен. Ведь это не была воля Бога, чтобы они пошли в плен, но потому что они отклонились и начали поклоняться идолам. Это было допущено в ихней жизни. И с 9 стиха тогда, мы дальше читаем с 9 стиха, «А тогда Ниемия, он же Тершафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу нашему, не печальте, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Они начинают понимать и зазнавать, насколько далеко они отпали от Бога. Насколько далеко они отошли от истины. И мы видим, что вот эти прочитанные слова, они сильно осуждали их и проводили их в состоянии печали и боли. Из 10 стиха мы далее читаем, «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». В других переводах здесь мы читаем такие слова, «Потому что радость Господа есть подкрепление для вас». В американской Библии написано, «For the joy of the Lord is your strength». «Потому что радость Господа есть ваша сила». Это дает более глубокое понимание этого места священного Писания. Но прежде мы должны понять, что эти люди, они смотрят на все эти развалины. Они смотрят на все свои ошибки, на все свои падения. Они видят только, как они согрешили и были лишены славы Божьей. И вдруг один из лидеров говорит им, «Не печальтесь, радость Господа есть ваша сила». И она сделает вас такими сильными, что вы сможете пойти и поделиться этой радостью с теми, у которых нету ничего. И вот с 11 стиха мы читаем, «И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». «И пошел весь народ есть, пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Возникает такой вопрос. Что же они поняли? Как это можно объяснить, когда открываешь Слово Божие, читаешь его, видишь свои ошибки, видишь сбои в своей жизни, но потом встаешь и идешь с радостью? Что за принцип стоит за этим? И вообще, что есть радость Господа? Если смотреть на эту ситуацию, это вообще не очень радостный момент в их жизни, когда мы начинаем осознавать и понимать, как далеко мы отпали от Бога. Как это может быть радостным временем? И вообще, что это есть радость Господа, которая должна сегодня быть моей силой? Давайте теперь мы перейдем к Луки, 15 глава. Я думаю, эта история, я думаю, эта притча, которую мы все знаем, она немножко глубже нам раскроет и покажет нам, как это выглядит, и что это было, что они поняли, читая Слово Божие. Радость Господа есть наша сила. Иисус сказал эту притчу, 15 глава с 11 стиха, о человеке, у которого было два сына. Один младший сын однажды подошел к своему отцу и сказал, я устал жить в этом доме. Я думаю, для меня в жизни есть немножко больше, чем только приходить сюда, на это место и быть постоянно с тобой в общении. И вот мы читаем с 12 стиха, 15 глава Луки. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть, имение. И отец разделил им имение. И вот этот младший сын, он взял все свое наследство. И Библия говорит, что он пошел далеко в другую страну, и там он растратил все свое имение, живя для себя. Он взял все то, что Божие, все то наследство, которое дал ему отец, и он ушел очень далеко от сердца своего отца. И он использовал все это для себя. Знаете, хочу остановиться здесь. В какой-то степени это и есть трагедия нашего времени, может быть, нашего христианства. Не стали ли мы очень сосредоточены о себе? Хочу задать вопрос, является ли сегодня самая прекрасная радость в нашем сердце, чтобы достигать погибшие, заблудшие, бедные, раненые сердца? Является ли сегодня самая великая радость в нашем сердце, чтобы помочь тем, у которых нету никакой помощи? Может быть, мы захотели получить все наследство, благословение Господа Бога и просто использовать для самих себя. почему сегодня мы приходим на служение, почему сегодня мы хотим опознать эту истину? Не для того ли, чтобы улучшить свой характер, чтобы получить себе свободу, чтобы моя жизнь стала лучше, использовать все это благословение Божие для себя? К этому ли нас сегодня призывает Господь? И вот этот младший сын, он отошел далеко, в то место от своего отца, он растратил все на себя, все свое имение, он провел свою, начал вести свою жизнь так, как хотел. Но в один день мы читаем, что начался в том городе, в той местности очень большой голод, в той стране. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, сегодня очень большой голод по слышанию голоса Божьего. В это время, в которое мы живем, сколько людей сегодня засыпая плачут. У многих сегодня разрушена жизнь. Дьявол вмешался и увлек от истинной радости и от спасения. Есть сегодня большой голод по правде, есть большой голод по истине, есть сегодня большой голод по силе Божьей, которая должна проявляться через нас, верующих. Апостол Павел Ефесян нам писал про свети отче сердца нашего, дабы мы познали, какое безмерное величие богатства его в нас, верующих, по действию державной силы его. И вот он там среди этого голода, этот юноша, он начал голодать, и он постарался сделать все то, что он смог. Он попытался присоединиться к этому обществу людей, и он пошел, и написано, он начал кормить свиней. Хочу сказать, что нет ничего более грешного для еврейского мальчика, чем кормление свиней. Нет ничего более унизительного, это самое нечистое животное для еврея. И он должен был быть рядом с ними, кормить их. И написано, он желал напитаться рожками, но никто ему не позволял. К сожалению, знаете, это похоже на молодое поколение, которое выросло в церкви, которое подсело на порнографию и кормит свиней этого мира. или делает дела, которые не должны делать, или ходит в те места, в которых они не должны быть. И вот там, среди этих свиней, он пытался сделать все то, что было в его силах, чтобы остаться в живых. Но он настолько чувствовал себя греховным, он чувствовал себя так осужденным, настолько чувствовал себя недостойным. я думаю, как эти люди во время Ниемии, видя все разрушенное вокруг них, каждый раз, когда он смотрел на Слово Божье, он не мог смотреть на Него, оно осуждало его. Ведь это не туда, куда сегодня должны смотреть твои глаза. Ведь это не то, что ты сегодня должен делать. Ты призван сегодня быть солью для этого мира. Ты призван сегодня быть светом для этого мира. Ты призван сегодня быть благословением на земле. И вот он, понимая все это, он начал искать помощи в этом обществе. Но это общество было настолько эгоистично, все жили только для себя. И вот 17 стих этой главы 15 от Луки, и ожиданно этот юноша, он приходит в себя, он начинает говорить себе, может быть, я даже и разбит, может быть, я потерян, может быть, даже я принес бесчестие, бесславие своему отцу, я ощущаю большой стыд, но я встану и я пойду домой к моему отцу, здесь я умираю от голода, но я знаю, что там я слышал, что в доме отца моего есть хлеб. Это называется духовное пробуждение, это время, когда человек останавливается, осознает и поворачивается. девятнадцатый стих, мы дальше здесь видим, вот идя обратно к своему отцу, он начал думать, как же он будет молиться, что же он скажет своему отцу, наверное, скажет, отец, я согрешил, я грешник, он думает, я, наверное, упаду на свое лицо, ох, как я давно молился, я даже не знаю, как это правильно мне сказать, и вот идя туда к своему отцу, он репетировал эту молитву и подходя к своему дому, насколько он был удивлен, когда он увидел своего седоволосого старенького папу, который бежал к нему навстречу, но он еще не знает, какой прием он получит от своего отца, он, наверное, думает и ожидает, что отец укажет на него пальцем и скажет, ты грешник, ты согрешил, ты обесчестил наше семейное имя, ты кормил свиней, он, наверное, такой прием ждет от своего отца, и он, наверное, не раз повторил молитву, я знаю, я грешник, я согрешил, отец, сделай меня только рабом, и для меня будет достаточно, но мы видим, что отец как бы и не отвечает на эту молитву, и 20 стих мы читаем, но отец написано пал к нему на шею и целовал его, знаете, это просто поразительно, ведь это просто прекрасно, давайте вспомним, от него, наверное, исходил очень страшный запах свиней, ничего в еврейской культуре нету худшего, чем вонять свиней, но этот отец, он подходит к нему, он обнимает его, и он берет на себя весь этот, всю эту вонь, весь этот смрад, ведь это именно то, что сделал Иисус Христос, распростевший свои руки там на кресте, он взял на себя весь запах наших неудач, он взял на себя все проклятие нашего греха, он покрыл нас, чтобы отец больше не видел нашей запачканной праведности, нашей запачканной одежды, слава да будет Господу Отцу нашему за Сына Иисуса Христа, 22 стих, потом отец, он зовет за самой лучшей одеждой в доме, чтобы они одели его в самую лучшую верхнюю одежду, и вдруг этот мальчик, он смотрит, и он осознает, что он не просто в одежде, но в самой лучшей одежде из дома отца, самая лучшая одежда, самая лучшая покрывала в доме, это кровь Иисуса Христа, он покрывает своего Сына этой одеждой, которая принадлежит для царственного священства, того, кто был в грехах, он покрыл его, и этот мальчик, он стоит, он полностью одет, полностью покрыт его стыд, его позор, его бесчестье больше не видно, больше не видно отсутствия его успеха, больше не видно его падения, и мы читаем 1 Иоанна 1,7, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, потом отец говорит слугам, дайте мне перстень, и оденьте кольцо на его палец, можно было только представить взгляд всех слуг, потому что перстень и кольцо означает власть и авторитет, авторитет и власть отца, он возвращает обратно ему власть и силу, и мы читаем Луки 10,19, Седаю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Марка 16,17 Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов. Также мы читаем Римлянам 8, 31, 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, с Ним не дарует нам и всего. И вот все видят, как Отец, Он подымает это кольцо, и Он надевает этот перстень ему на палец. Я думаю, во всем доме был глубокий вздох. Смотрите, Он полностью восстановил Его. Он не только взял на Себя всю эту вонь Его греховной природы. Он не только одел Его в царственное священство, покрыл Его своей кровью, но Он дал Ему обратно власть. Мы читаем Иоанна 1, 12. А тем которые приняли Его верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Дорогой друг, если ты сегодня пришел к Господу Иисусу, покаялся в своих грехах, Иисус тебе дает сегодня власть. Написано, Иисус говорит, Я имею всякую власть на небе и на земле, и эту власть Я даю тебе. У тебя сегодня есть власть, не смотреть с вожделением. У тебя сегодня, дорогой друг, есть власть разрушить грех порнографии в своей жизни. У тебя сегодня есть власть победить это Словом Божьим. В сердце своем сокрыл Я Слово Своё, чтобы не грешить пред Тобою. Иисус Христос победил дьявола Словом. Откровение 1, 12, 11 мы читаем, они победили Его, дьявола, кровью Агнца и Словом свидетельство Своего. Когда мы исповедуем истину, Слово Твоё есть истина, оно даёт нам победу в жизни духовной. У тебя сегодня есть власть разрушить все твердыни дьявольские. У тебя есть власть победить всякий грех в своей жизни. Господь сегодня это говорит не только ученикам. Здесь написано, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Мы сегодня имеем власть любить нелюбящих нас. Нужно проявить великодушие власть, чтобы не только простить обидчика, но молиться за обижающих. У нас сегодня есть власть воздать добром, добром на зло. Господь сегодня даёт нам эту власть. Если мы приходим к Нему, Он даёт нам всё в Иисусе Христе. Но это было ещё не всё. Потом мы видим, Отец говорит, принесите новую обувь и оденьте на ноги Его. Что это значит? Это означало, что теперь ты готов идти и благовествовать о Мне. Потому что теперь ты знаешь обо Мне то, что будет благословением для других людей и для других семей. Ты знаешь о том, что я Отец любви. Я люблю и я жду. Я жду приходящих ко Мне. Мы читаем Ефесянам 6.15 и обов ноги в готовность благовествовать мир. Дорогие друзья, но мы только ещё приближаемся к самому лучшему. Когда они заходят в дом, мы видим, что Отец приказывает заколоть от корненного телёнка. Он подготавливает музыкантов играть, есть и веселиться. И написано, когда старший сын возвращался с поля, он услышал пение и ликование. И можем ли мы представить, Отец заходит в дом, он заводит с собою своего сына. Вы знаете, этот мальчик, он всё равно, он не чувствует себя достойным. Он понимает, что он сделал очень много ошибок в своей жизни. Но несмотря на это, музыка начинает играть, все начинают ликовать и торжествовать, но больше всех ликует и торжествует отец этого мальчика. Как только может от всего сердца ликовать и торжествовать еврейский отец. Этот юноша, он там стоит в углу, у него новая одежда, у него новая обувь, у него кольцо на пальце. И в этот момент он начинает понимать, ему становится понятно, что это радость моего отца привести меня домой. Это радость моего отца покрыть мой стыд, мой срам. Это радость моего отца дать обратно мне власть, которая принадлежала мне в молитве и в слове. Это радость моего отца послать меня благовествовать этому миру, о Его Царстве и Его Великой Любви. И это не моя радость, но это радость моего Отца, которая дает мне силу, которая дает мне дерзновение. It is the joy of the Lord that gives me strength. И вы знаете, когда мы начинаем понимать эту истину, это становится источником нашей силы. Когда, да, впоследствии эта радость Отца, она становится и нашей радостью, но вначале это радость Отца найти заблудшую овцу. Давайте представим себе, мы стоим там на этом празднике, и мы видим, как наш Отец, Он ликует, Он торжествует, Он радуется, и мы понимаем, что это все о нас. Это о нас, это о тебе, дорогой друг. И Он нисколько сегодня не стыдится твоей прошлой жизни. Он нисколько не вспоминает о тех прежних грехах. Он сегодня ликует и торжествует. И весь этот стыд, весь этот срам, Он уходит, и эта радость Отца, она дает тебе силы действовать с властью. Она дает тебе дерзновение идти и говорить людям о великой любви Иисуса Христа. Вот что Ниемия и священники хотели открыть народу. Да, вы согрешили, да, вы пали, и вы были лишены славы Божьей. Да, Слово Божье осуждает вас сейчас, но вы знаете, это радость Бога Отца привести вас обратно домой. Это радость Бога Отца дать вам все то, что нужно для того, чтобы восстановить вашу жизнь. Это радость Отца сделать вас теми людьми и дать вам будущность и надежду, чтобы вы служили Ему в Духе и Истине. И даже если вы некогда были обращены этим миром, даже если вы долгое время несерьезно принимали ваше призвание быть искренним христианином, это радость Господа Савоофа привести вас домой и дать вам спасение, дать вам радость и силу. Хочу вкратце сказать теперь, что вы думаете, этот юноша пошел и говорил этому миру. Я думаю, его проповедь была проста. Он говорил, вы только должны встретиться с моим Отцом, вы только должны узнать Его. Он настолько любящий, Он не осудит вас. Он сегодня ждет, чтобы вы прибежали к Нему обратно. Я так же себя когда-то чувствовал некогда тысячу миль от Господа, но как только мое сердце повернулось к Нему, Он побежал ко мне. Он обнял меня. Он не постыдился моей вони, моего запаха, запаха моих грехов. Он надел меня в царственное священство, Он намыл меня своей кровью. Он дал мне власть наступать на змей и на скорпионов и на всю силу вражью, на всякий грех. У нас сегодня есть эта власть. Иисус дал нам разрушать все твердыни дьявольские. Не грех должен господствовать над нами, но мы должны господствовать над грехом, потому что посредством Слова Божьего и истины у нас есть власть разрушать всякий грех в нашей жизни Словом Божьим. И Он дал мне обувь идти с дерзновением, с дерзновением говорить о Его любви всякому человеку, ибо Иисус возлюбил всех и умер за всех. Дорогой друг, если ты сегодня дома там и Господь касается тебя, твоего сердца, дистанция не делает преград твоему покаянию, Господь сегодня ждет, чтобы ты пришел обратно к Нему и чтобы сегодня Он хочет, чтобы радость, Его ликование тебе, дало тебе силу с дерзновением идти в этот мир. И когда ты увидишь, что Отец твой радуется, веселится, ликует о твоем спасении, это будет твоей силою, это будет источником твоей силы, потому что не наша праведность, наша праведность, как запачканная одежда, но мы стали праведными Его праведностью. И сегодня это даст силы тебе. Если сегодня Господь касается тебе, ты можешь прямо сейчас там у своего приемника склониться на колени, воззвать Господу и просить Его о милости, и Он даст тебе силу, Он даст тебе власть, Он омоет тебя кровью, и ты будешь идти и благовествовать о Его великой любви с дерзновением. Пусть радость Господа будет сегодня нашей силою. Слава да будет Ему. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!